Берлин, 9 мая, РИА Новости Сотни человек приняли участие в шествии Бессмертного полка, которое проходит четвертый год подряд в День Победы в центре немецкой столицы, в третий раз. От Бранденбургских ворот до мемориала павшим воинам в парке Тиргартен, участники акции несли в руках портреты ветеранов. Они возложили цветы к подножью памятника в Тиргартене и провели минуту молчания. К шоссею присоединилась колонна международного мотопробега Дороги Победы. Полиция перекрыла улицу 17 июня в одном направлении, чтобы байкеры смогли комфортно припарковать свои мотоциклы. В Германии 9 мая шествия в рамках акции Бессмертный полк прошли во всех 16 федеральных землях, более чем в 20 городах, сообщил журналистам ранее посол РФ в ФРГ Сергеевич. Сергей Нечаев, он выразил благодарность немецким властям за поддержку в организации этого мероприятия и обеспечении безопасности. Сегодня, в этот замечательный день, в День Победы мы все собрались здесь, чтобы возложить цветы, отдать дань памяти нашим дедам, прадедам, чтобы поблагодарить их за то, что дали нам эту прекрасную жизнь. Мы очень гордимся ими, заявил РИА Новости русскоязычный житель Германии Николай, который принял участие в акции в Тиргартене. Мы проделали большой путь до Берлина, из Польши в Москву, потом через Белоруссию и Европу приехали сюда. Нас привела наша победа. «Страшно, что поляки забывают об этом, но мы вместе с русскими брали Берлин. Я не согласен с тем, что об этом надо забыть. Мы будем приезжать сюда до конца нашей жизни. У меня четыре сына, будет кому и после меня приехать», — рассказал РИА Новости. ПОЛЬСКИЙ УЧАСТНИК ПРОБЕГА ДОРОГИ ПОБЕДЫ ДАРИУШ Акция «Бессмертный полк» в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Участники акции несут портреты своих предков, сражавшихся с нацистами на фронтах Второй мировой войны. Международная акция «Бессмертный полк» «Спутник» в трой раз акция прошла во Вьетнаме. После шествия на праздничном концерте прозвучали российские песни военных лет, многие из которых были перевели на вьетнамский язык. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код «Спутник» в трой раз акция прошла во Вьетнаме. После шествия на праздничном концерте прозвучали российские песни военных лет, многие из которых были перевели на вьетнамский язык. Фото, представительство рассотрудничества в Марокко. в Марокко в рамках шествия бессмертного полка провели акцию «Солдатская каша», в рамках которой все желающие могли попробовать гречневую кашу с Тушенкой. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код фото, представительство рассотрудничества в Марокко в Марокко в рамках шествия бессмертного полка провели акцию «Солдатская каша», в рамках которой все желающие могли попробовать гречневую кашу с Тушенкой. РИА новости, Илья Кпиталев перейти в фотобанк 9 мая 2015 года. Акция «Бессмертный полк» впервые прошла по улицам Москвы и Красной Площади послевоенного парада к 70-летию Победы. Скачать видео, скопировать ссылку. Получить код. Реа Новости. Реа Новости. Виталий Белоусов перейти в фотобанк акция «Бессмертный полк» на сегодняшний день охватывает более 80 государств. Скачать видео скопировать ссылку получит код. РИА Новости РИА Новости Алексей Дружинин Перейти в фотобанк в этом году в шествии на Красной площади приняли участие Владимир Путин с портретом своего отца фронтовика Владимира Спиридоновича, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, второй справа, и президент Республики Сербии Александр Вучич, слева . . . . скачать видео скопировать ссылку получит КО3 о новости, Алексей Дружинин перейти в фотобанк в этом году в шествии на Красной площади приняли участие Владимир Путин с портретом своего отца фронтовика Владимира Спиридоновича, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, второй справа, и президент Республики Сербии Александр Вучич, слева . . . . РИА новости, Максим Блинов перейти в фотобанк в Москве с портретами погибших в Великой Отечественной войне родственников прошли более миллиона человек . . . . скачать видео скопировать ссылку получит КО3 о новости, Максим Блинов перейти в фотобанк в Москве с портретами погибших в Великой Отечественной войне родственников прошли более миллиона человек . . . РИА новости, Максим Блинов перейти в фотобанк в Луганске и Донецке в шествии Бессмертный полк поучаствовали более 100 тысяч человек . . . с каждым годом акция становится популярнее . . . . скачать видео скопировать ссылку получит КО3 о новости, Максим Блинов перейти в фотобанк в Луганске и Донецке в шествии Бессмертный полк поучаствовали более 100 тысяч человек. С каждым годом акция становится популярнее. РИА Новости. Алексей Данечев перейти в фотобанк в Петербурге наряду с Москвой проходит самое массовое шествие бессмертного полка. В этом году в Северной полице в акции принимают участие около 700 тысяч человек. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Алексей Данечев перейти в фотобанк в Петербурге наряду с Москвой проходит самое массовое шествие бессмертного полка. В этом году в Северной столице в акции принимают участие около 700 тысяч человек. РИА Новости. Александр Полегенько перейти в фотобанк в Крамушествие возглавил глава региона Сергей Аксенов. По окончанию акции все желающие отправились возложить цветы к мемориалу могилы неизвестного солдата. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Александр Полегенько перейти в фотобанк в Крамушествие возглавил глава региона Сергей Аксенов. По окончанию акции все желающие отправились возложить цветы к мемориалу могилы неизвестного солдата. РИА Новости. Виталий Тимкев перейти в фотобанк. Многие участники бессмертного полка приехали в Новороссийск специально для участия в акции, потому что это единственный на Кубани город герой. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА Новости. Виталий Тимкев перейти в фотобанк. Многие участники бессмертного полка приехали в Новороссийск специально для участия в акции, потому что это единственный на Кубани город герой. РИА Новости. Александр Перагес перейти в фотобанк на Камчатке в программу бессмертного полка внесли новшество. У стилы город воинской славы работала мобильная палатка, в которой волонтеры помогали всем желающим отыскать в сети интернет информацию о родственниках, пропавших во время великой отечественной войны. РИА Новости. Александр Перагес перейти в фотобанк на Камчатке в программу бессмертного полка внесли новшество. У стилы город воинской славы работала мобильная палатка, в которой волонтеры помогали всем желающим отыскать в сети интернет информацию о родственниках, пропавших во время Великой Отечественной войны. РИА Новости Максим Богудвик перейти в Хаттабанк волонтеров 85 регионов страны для участия в организации шествия Бессмертный полк определил конкурс послы Победы. Точка-точка-точка-точка. Скачать видео. Скопировать ссылку. Получить код РИА Новости. Максим Богодويг. Перейти в фото банк. Волонтеров. 85 регионов страны для участия в организации шествия. Бессмертный полк. Определил конкурс. Послы Победы. РИА Новости. Павел Лисицин. Перейти в фото банк. На сайте движения Бессмертный полк. Можно внести имя своего родственника. В краткой биографией в список имен участников Великой Отечественной войны. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости Павел Лисицин, перейти в фотобанк на сайте движения Бессмертный полк Можно внести имя своего родственника с краткой биографией в список имен участников Великой Отечественной войны РИА Новости Денис Абрамов, перейти в фотобанк в Пятигорске Прошло торжественное факельное шествие, в рамах которого жители возложили цветы и горящие свечи к мемориалу Огонь Вечной Славы Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости Денис Абрамов, перейти в фотобанк в Пятигорске Прошло торжественное факельное шествие, в рамах которого жители возложили цветы и горящие свечи к мемориалу Огонь Вечной Славы РИА Новости Сергей Пивоваров перейти в Фотобанк в Ростовской области почти 3000 инвалидов и участников Великой Отечественной войны получит выплату в 10 000 рублей ко Дню Победы. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости. Сергей Пивоваров перейти в Фотобанк в Ростовской области почти 3000 инвалидов и участников Великой Отечественной войны получит выплату в 10 000 рублей ко Дню Победы. РИА Новости. Варвара Гертья перейти в фотобанк. Иванова прошел детский парад победы дорогами памяти. Около трехсот детсадовцев пели военные песни, танцевали и вспоминали своих прадедов. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА Новости. Варвара Гертья перейти в фотобанк. Иванова прошел детский парад победы дорогами памяти. Около трехсот детсадовцев пели военные песни, танцевали и вспоминали своих прадедов. РИА Новости. Данила Горчио Диммио перейти в фотобанк. Время участников бессмертного полка не остановил даже затяжной ливень. Акция привлекла не только живущих в Италии соотечественников, но и самих итальянцев. РИА Новости. Данила Горчио Диммио перейти в фотобанк. Время участников бессмертного полка не остановил даже затяжной ливень. Акция привлекла не только живущих в Италии соотечественников, но и самих итальянцев. РИА Новости. Алексей Агарышев перейти в фотобанк в Вашингтоне от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны прошли около 700 тысяч человек. РИА Новости. Александр Гормаев перейти в фотобанк «Русская диаспора» в Южной Корее поддержала акцию «Бессмертный полк» и привлекла внимание не только соотечественников, но и коренных жителей. РИА Новости. Александр Гормаев перейти в фотобанк «Акция» прошла также на территории посольства России в Токио. Мероприятие было неофициальным. В основе его проведения лежит активность и желания россиян, проживающих в Японии. РИА Новости. РИА Новости. Хавьер Луинга перейти в фотобанк в Испании. Шествие прошло в шести городах. Туристы и местные жители с удивлением смотрели на происходящее и снимали «Бессмертный полк» на телефоны. РИА Новости. Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Скачать. Видео скопировать. Ссылку получит код. РИА Новости. Елена Шестернина перейти в фотобанк в Мадриде. Впереди шествие несли знамя победы. Копию того самого, который водрузили над Рейхстагом 1 мая 1945 года Алексей Берест. Михаил Егоров и Мелитон Кантария. РИА Новости. Михаил Алладин в Сирии «Бессмертный полк» прошел впервые. Среди портретов героев Великой Отечественной войны на акции можно было увидеть и тех россиян, которые погибли в Арабской Республике за последние годы. Точка-точка-точка-точка. Скачать видео. Скопировать ссылку. Получить код. РИА Новости. Михаил Алладин в Сирии «Бессмертный полк» прошел впервые. Среди портретов героев Великой Отечественной войны на акции можно было увидеть и тех россиян, которые погибли в Арабской Республике за последние годы. РИА Новости. Александр Шеметов перейти в фотобанк в Канаде. Участники шествия раздавали прохожим буклеты на английском языке, рассказывающие о союзничестве СССР и Канады в году Второй мировой войны. Спутник в трой раз акция прошла во Вьетнаме. После шествия на праздничном концерте прозвучали российские песни военных лет, многие из которых были перевели на вьетнамский язык. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код спутник. Второй раз акция прошла во Вьетнаме. После шествия на праздничном концерте прозвучали российские песни военных лет, многие из которых были перевели на вьетнамский язык. Фото, представительство рассотрудничества в Мароках. Марок в рамках шествия бессмертного полка провели акцию «Солдатская каша», в рамках которой все желающие могли попробовать гречневую кашу с тушенкой. Рео новости. Илья Петалев перейти в фотобанк 9 мая 2015 года. Акция «Бессмертный полк» впервые прошла по улицам Москвы и Красной площади после военного парада к 70-летию Победы. Илья Петалев перейти в фотобанк 9 мая 2015 года. Акция «Бессмертный полк» впервые прошла по улицам Москвы и Красной площади после военного парада к 70-летию Победы. Рео новости. Виталий Белоусов перейти в фотобанк. Акция «Бессмертный полк» на сегодняшний день охватывает более 80 государств. Скачать видео, скопировать ссылку, получит код Рео новости. Виталий Белоусов перейти в фотобанк. Акция «Бессмертный полк» на сегодняшний день охватывает более 80 государств. «Бессмертный полк» на сегодняшний день охватывает более 80 государств.